МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернее, ранние сорта для квашения абсолютно не подходят. Так, здесь у нас зимние сорта. Крупные довольно-таки. О, какой богатырь. Или богатырица, как сказать. Вот эту капусту мы и будем применять для квашения. Срезаем вот эти части, непригодные места. Где есть поврежденные листья. Ну, ее предварительно сполоснули. Вообще, квашить капусту нужно в мужские дни. Желательно на новолуние. А мужские дни недели – это понедельник, вторник, четверг. Сегодня понедельник. Сегодня 7 ноября. Когда-то это был праздник. Великая акция с кривой усы. Теперь этот праздник упразднили. Так, вот это место тоже надо срезать. Она тоже поврежденным оказалась. Капусту надо будет нашинковать. Или нарубить подушки. Но я вот в подушке, как бы, такой способ не приемлю. Поэтому я люблю нарезать ножом. Итак, напомним. Квасить капусту рекомендуется на новолуние. Желательно в мужские дни. То есть в понедельник, вторник и четверг. А еще русская примета гласит, что если солить капусту в дни недели, содержащие в своем названии букву «Р» вторник, среда, четверг, воскресенье, капуста тоже должна получиться хрустящей. Чтобы капуста взошла и уродилась хорошо, нужно при ее посеве пересыпать зерна из ладони в ладонь. Примета подсказывает, что добиться отличного урожая капусты помогает такая присказка. Не будь голенаста, будь пузаста. Не будь пустая, будь густая. Не будь красна, будь вкусна. Не будь мала, будь велика. Чтобы квашеная капуста не пришла в негодность, в нее хорошо положить осиновую веточку. Благодаря свойствам коры дани позволят овощу испортиться. Вот в эмалированной посуде мы сначала всю капусту нарежем, потом подготовим морковь, клюкву, перемешаем, перетрем солью и поставим кваситься на трое-четверо суток. Каждый день надо будет портекать деревянной палочкой. Чтобы выходили газы и убирать пену. После того, как она переквасится, разложить стеклянные банки и через пару недель она будет готова к употреблению. Обычно у меня получается два таких больших, две такие большие эмалированные емкости. И как бы нам хватает, получается, из них две трехлитровые банки. Обычно достаточно дохватать нам до весны. Потому что соленую капусту кашину можно употреблять в виде составных элементов, винегрентов, например. Так можно ее съесть, добавив туда растительного масла и лука. Очень вкусно, молодой. А после того, как она посолится и размножится по банкам, если залить ее сверху растительным маслом примерно на сантиметр-полтора, чтобы масло вступало на поверхность, то такая капуста вообще может сохраниться до глубокой весны. То есть уже когда и снег растает. Для кавашений годятся только капуста поздних сортов. Раннего созревания капуста для кавашений абсолютно непригодна. Поэтому, наверное, и квасят капусту где-то в ноябре. За окнами уже снег лежит. У нас уже зима, можно сказать, пришла. Потому что заснеженное все. Очень важно, какую посуду вы выбрали для квашения капусты. Ни в коем случае нельзя пользоваться пластиковой, оцинкованной или луженой тарой. Лучше всего возьмите стеклянную или эмалированную посуду, как это сделала Гульнар. Вот морковь у нас. Сейчас мы половину отсюда возьмем. Натрем, смешаем с капустой, перетрем в сторону. И, можно сказать, уже потом можно ее будет ставить в квасицу. Теперь натрем на терке морковь. Нужно, конечно, нарезать ее грузочком. Тогда капуста будет абсолютно белоснежной. Но в данном случае я решила натереть на терке. Кстати, квашеная капуста блюдо очень распространенное не только в России, но и во всем мире. В разных вариациях, под разными названиями, немцы, французы, англичане, корейцы и китайцы подают его на стол и знают, что квашеная капуста это, несомненно, большая польза для организма. А еще, самый простой, дешевый и любимый многими продукт. Теперь осталось в капусту, перемешанную с морковью, добавить соль и клюкву, а затем всю эту массу руками, не жалея сил, растереть. Чем тщательнее вы все это разотрете, тем сочнее будет будущая квашеная капуста. Теперь вот этот тазик накрываем крышечкой. Поскольку крышка у нас не совсем подходящая, то мы сначала пленкой накроем, потом крышкой и поставим под гнёт. Здесь вот такой камень. Сейчас я еще, конечно, придавлю с другого боку. Вот. И уже затем будем смотреть, как у нас процесс брожения идет. Ну вот, прошло время, и наша капуста заквасилась. То есть она вот так выглядит, хрустящая. Я пробовала уже. Очень вкусная. Пока Гульнара заполняет банки уже готовой капустой, напомним еще несколько советов. Прежде всего, это касается гнёта для капусты. В качестве гнёта подойдет гранитный камень или банка с водой. А вот металлические изделия использовать не рекомендуется. А еще, утрамбовывая капусту в банке, нужно следить, чтобы она полностью была покрыта рассолом. И последнее. Не следует замораживать капусту. Она может стать мягкой, и к тому же снизятся ее полезные свойства. И вот готовый результат. Две полные трехлитровые банки хрустящей сочной квашеной капусты. Хватит на всю зиму. А наша программа на этом не заканчивается. Наша героиня готова поделиться еще одним вкусным рецептом. Для приготовления заправки ароматы лета нам потребуется примерно грамм 400 помидоров, моркови, тоже грамм 400. Но это все, конечно, взято на глаз. Каждая хозяйка, я думаю, у каждой хозяйки свое соотношение. Грамм 300 репчатого лука, грамм 300 болгарского перца, перец у меня лежит вместе с помидорами, грамм по 200, по 150-200 грамм зелени укропа и петрушки. Ну и, естественно, соль. Нужно также заранее приготовить сухие, помыть, вернее, банки, в которых вы будете закладывать эту заправку. Необходимо, чтобы они были сухие и чистые. Первым делом гульнара измельчает морковь на крупной терке. Казалось бы, зачем тратить столько усилий, если овощи продаются круглый год и по вполне доступным ценам? Ответ прост. Все овощи, из которых состоит заправка, будут домашними, осенними, со своего огорода, а не парниковые, купленные зимой в магазине. Эта заправка используется для добавления в первое и второе блюдо. И то, что в ней много соли, нужно всегда помнить, когда мы добавляем в какое блюдо эту заправку, это блюдо надо не солить. То есть, в конце варки, в конце приготовления мы солим именно этой приправой. Поэтому в этой приправе так много соли будет. Пока еще в ней, конечно, ничего нет. А когда заложим в чистые банки, в банке необходимо хранить в холодильнике. вот у нас морковь получилась примерно в таком объеме. Не очень много. Теперь переходим к перцам. Прежде всего необходимо вырезать семенные коробки. Для этого можно разрезать каждый овощ пополам или, срезав плодоножку, удалить семенную сердцевину. Резать перцы можно так, как вам нравится. Или колечками, или кубиками, или, как это делает гульнара, соломкой. Главное удалить из перцев все семечки. Вот мы сейчас сюда добавили к моркови перец и вот получилась такая красивая картина. Сейчас будем нарезать лук полукольцами. Естественно, перед тем, как нарезать его, надо почистить и помыть. обмакиваем нож, чтобы лук не кусался. Однако обмакивание ножа в воду перед нарезанием лука далеко не всегда спасает хозяек от слез. Существует еще несколько способов. Кстати, обычно это зависит от сорта лука. Если луковица круглая, то от нее больше хочется плакать, а если удлиненной формы, такая обычно заставляет плакать меньше. Так что если у вас такая сильная проблема со слезками, то покупайте и выращивайте лук более удлиненной формы. Также считается, что если положить луковицу на минуту в морозильник, то при нарезке лук не будет раздражать глаза. Для многих при резке лука одно спасение очки, любые, солнцезащитные и прочие. Тогда пары с лука не попадают прямо на глаз. А вот итальянцы, большие знатоки и любители лука говорят, что лук любят, когда ему поют. Забавно. Но и в самом деле, если петь или просто дуть на него, пока режешь, глаза не щиплет. Ну, а самый простой способ не наклоняться так низко, чтобы все летучие соединения не залетали на слизистую оболочку глаза. Итак, с самой неприятной частью работы закончено. Лук нарезан. Теперь можно переходить к помидорам. Так, здесь вот в помидоре есть такие нехорошие места. Их, конечно, надо удалить. То есть нарезаем небольшими тольками. Все равно вода этим помогает. Вот мы сюда порезали томаты. И сейчас будем нарезать зелень. Вот эти стволы я, конечно, от них не люблю. Вполне возможно, там тоже есть витамины, но я их отрезаю. крупно будем нарезать зелень. Здесь тоже стволы остались. Кому как нравится. Конечно, многие любят крупно, но я и мелко не люблю. крупно не люблю. Режу средним. Затем Гульнара тщательно перемешивает готовую смесь. И соль сразу же дает сок. Так же быстро и ловко наша героиня режет петрушку и смешивает с уже готовой смесью. Перемешиваем очень тщательно, так, чтобы соль дошла до всех мест. потом вся эта масса в присутствии соли даст сок. И будет очень хорошо выглядеть в баночке. Очень красиво. Очень аппетитно, так я сказал. Вот она уже начинает давать сок. Банки мы подготовили заранее. Их можем не стерилизовать. Достаточно чисто помыть. В присутствии соли не раз наши заправки испортятся. теперь осталось разложить заправку по полулитровым баночкам и зимой аромат лета вам гарантирован. аппетитно.